Пятый Московский международный фестиваль эндоскопии и хирургии прошел в начале февраля в Институте имени Вишневского. Фестиваль, впервые проведенный пять лет назад, успел превратиться в большой мультидисциплинарный конгресс с участием более тысячи специалистов из многих стран мира. Проводимые в его рамках конференции, мастер-классы, симпозиумы и онлайн-трансляции из операционных институтов объединяют врачей разных специальностей. В Институте хирургии имени Вишневского будет проходить очень известный международный конгресс, который связан с эндоскопической хирургией. Причем операции проводят в основном лапароскопические, эндоскопические. Впервые будет аспект урологии представлено. И надо сказать, что оперируют совместно хирурги Садовичневского и нескольких стран мира, что очень важно. Под нашим контролем все это происходит. Огромный, конечно, интерес к этому мероприятию. Очень много молодежи, которые осваивают технологии. Потому что лапароскопия – это будущее хирургии. И надо сказать, что сегодня около 80-90% операций должны выполняться с помощью эндоскопической технологии. Первый медицинский канал имел возможность наблюдать за ходом показательных, то есть транслируемых в зал заседаний, операций, которые проводили звезды лапароскопической хирургии международного уровня. В этой операционной происходит лапароскопическая операция у пациента с раком желудка. Ее проводит профессор Ли из Гуанчжоу, специалист с мировым именем в области лапароскопической онкологической хирургии. Операции, выполняемые лапароскопической при онкологической заболевании органов брюшной полости, являются вершиной хирургического искусства. Очень важно получить опыт от профессора с таким мировым именем для того, чтобы развивать эти операции у нас в Российской Федерации. В соседней операционной в это время также шла подготовка к лапароскопической правосторонней гемиколоктомии, удалению всей правой половины толстой кишки у пациентки с раком восходящей ободочной кишки. Эту операцию провел доктор Допри из Бельгии, специалист с большим опытом лапароскопических операций в этой области. Мы видим самое начало операции. Доктор показывает коллегам особенности подготовки в случае конкретной пациентки. Лапароскопические операции при опухолях толстой кишки требуют большого внимания. В России есть специалисты в области лапароскопии на органах брюшной полости, но в основном в крупных городах. И специалистов на всех не хватает, поэтому обучение хирургов из регионов – очень важная задача. В медицине и особенно в хирургии очень важно и чрезвычайно необходимо непрерывное медицинское образование. Каждый год, иной раз, даже чаще появляется что-то новое, новые диагностические, новые лечебные манипуляции, операции, которые, безусловно, требуют освоения. И наш фестиваль направлен на то, чтобы все новые технологии, которые появляются, доносить до конечного пользователя, до доктора, до врача, до специалиста, хирурга, эндоскописта. Все лапароскопические операции развиваются по пути замещения открытых операций, что снижает травматичность и сокращает восстановительный период у пациентов после таких серьезных операций, как, например, операции на органах брюшной полости при онкологии. Продолжение следует...